Продолжение следует... — Вы могли бы спрогнозировать ситуацию? И вот тогда, несколько лет назад, Вы ставили вопрос о том, что, возможно, нам следует сократить свое участие в этой структуре, отказаться от внесения взносов. Вот сейчас как-то изменилось Ваше отношение к ассамблее, во-первых, и, может быть, Вы спрогнозируете, что будет? — Я просто думаю, что когда Вы подходите к штанге, Вы должны рассчитывать, сможете ли Вы поднять этот вес. Если Вы готовы подписаться под какую-то свою дополнительную ответственность, Вы должны понимать, что Вы за это будете отвечать действительно, выполнять взятые на себя обязательства. Если же этого не происходит, либо сами по себе обязательства, которые на Вас пытаются повесить, они выше Ваших возможностей, то тогда надо просто объяснить партнерам, что нас ждет просто фиастер в этом процессе общения. Если в 2000 году, когда стоял вопрос о нарушении прав человека во время проведения антитеррористической операции в Чеченской Республике, мы наставили на том, что лишать права голосовать нашу делегацию невозможно, и я честно предупредил с трибуны, что я выведу всю делегацию из залу, то, безусловно, мы тем не менее рассчитывали на какие-то определенные компромиссные решения, которые сначала были провальны, а потом в итоге мы к ним пришли. Помните, была создана специальная совместная рабочая группа Дума, ПАСЭ, мы мотались в Чечню, там была создана миссия определенная, которую возглавлял Владимир Авдашевич Каламанов. То есть Россия начала сотрудничество с Западом в лице Совета Европы по правозащитной проблематике. И действительно это была полезная работа, потому что она во многом дисциплинировала наших силовиков. И это укрепило институты прокуратуры и военной прокуратуры на территории Чечни. То есть там был возможный компромисс. То, что сейчас нам предъявляет претензию парламентская совместная Европа, тут, извините, за спиной у нас глухая железобетонная стена. Мы не девушки легкого поведения, чтобы так быстро менять наших партнеров. Коли мы признали Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, то так тому и быть. И разговор здесь вести бесполезно. Как говорил имполит Матвеевич, я думаю, что торг здесь не уместен. После отказа Абхазии и Южной Осетии, это в ответ на то, что ПРО может быть везли Кавказа. Что вы об этом знаете и как вы прокажете? Я думаю, что это Чеплин не очень удачный шум. Зачем? Ну, просто вот зачем? Вот зачем сейчас, допустим, вообще говорить об эскандерах, которые имели абсолютно четкую цель, у них есть определенный радиус поражения? Зачем они нужны в Абхазии, эскандеры, извините, для того, чтобы поражать цели где? Какие? Нет, ну, я серьезно говорю. Это, понимаете, то решение далось российскому политическому руководству очень тяжело. Когда мы исчерпали все дипломатические наши возможности убедить администрацию Джорджа Буша о том, что не надо ставить этот металлолом в Чехию и Польшу. Это был военно-технический ответ, другого варианта мы не имели. Но тогда же сам Медведев и сказал, будет А, будет Б. То есть будет ПРО, будет эскандер. Не будет А, не будет Б. Поэтому сейчас, мне кажется, все, что связано с судьбой эскандеров, к сожалению, по большей части, это все спекуляции. Я ничего нового не скажу. Скажу только одно, что является официальной позицией Российской Федерации. Нам, безусловно, не нравится разработать, каких бы то ни было технологий, средств доставки или технологии оружия массового уничтожения, которые производятся в тех странах, которые с помощью тех технологий могут достать нашу территорию. Очевидно совершенно, что Российская Федерация территориально находится намного ближе, чем иные западные страны, к территории Ирана. Поэтому мы хотим знать все, или почти все, о будущем этих ракетных программ. И они, конечно, не могут у нас не вызвать обеспокоенности. Поскольку сегодня политический режим один, завтра он будет другой, наружу-то будет прежним. И кто им будет пользоваться, этим оружием? Поэтому, безусловно, Российская Федерация является одним из самых яростных поборников режима нераспространения как ракетных технологий, так и нераспространения технологий оружия массового уничтожения. И все, что можно будет сделать, прежде всего, в политическом плане с руководством Ирана, в политическом плане с нашими западными коллегами, с тем, чтобы не появлялись страны, теоретически даже способные угрожать нам, миру и России, поскольку мы ближе всего, то мы это будем делать. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в данном вопросе Россия не будет ставить телегу впереди лошади. Для нас важным является, огромного значения важности является ресурс политического влияния на руководство Ирана или любой другой страны. Мы предпочитаем переговоры, считаем, что они намного более надежны, чем гонка вооружений. Европа утопает в своей спокойной, счастливой жизни. Понимаете? И никто не собирается там воевать. Это все игры патриотов натовских. Поэтому моя задача их сдерживать. Спасибо. 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 Спасибо.